Итак, всем привет! С вами снова Александр. И сегодня мы начинаем цикл уроков, посвященном базовым основам работы в программе Motion Builder. Работать мы будем на примере 14-й версии и без лишних слов начнем. После загрузки у вас открывается вот такое вот окно программы. Ну, те, кто уже давно занимается 3D-графикой, многие кнопки и панели инструментов им будут знакомы. Ну, давайте с ними познакомимся поближе. Итак, ну, начнем, наверное, сверху вниз. Здесь у нас стандартный набор. Файл, работа с файлом. Edit, правка. Команды анимации. Setting, preference, различные настройки. Окно Loud. Здесь вы можете выбрать вид рабочего окна программы. Здесь работа со скриптами питонов. Здесь настройка окон программы. И закладка Help. На что хочется обратить внимание. Интерфейс программы довольно-таки гибкий. Если вы присмотритесь внимательно, то вы увидите, что напротив, то есть не напротив, а вверху каждой панели инструментов Motion Builder имеется вот такая вот рамочка из двойных точек. Вы можете брать за нее спокойно и перетаскивать рабочую панель в любую область, куда хотите. Тем самым настраивая интерфейс полностью под себя. То есть, как вам будет удобно. Я вернусь сейчас в исходное положение. Вот таким вот образом. Если вы хотите сохранить свою настройку окон так, как удобно вам, то после перекомпоновки вы просто нажимаете в закладку Launch, выбираете Create Custom, называете ее как-нибудь, сохраняете. В данном случае я откажусь. И в этом перечне у вас появится ваша вкладка. Итак, продолжим. Опустимся пока вниз. Что у нас представлено внизу? Внизу у нас имеется навигатор. Он будет отображать все то, что будет появляться в сцене. Он разделен на основные категории. То есть, это первая категория сама сцена. Затем, аудиофайлы, если такие присутствуют. Различные настройки камер. Ну и так далее. Мы обо всем будем говорить по ходу наших уроков. Следующая панелька. Панелька допишит. В ней будут отображаться ключи анимации. FisiCurvus. У меня плохой английский, так что я извиняюсь. FisiCurvus. Здесь мы будем учиться работать с графиком анимации. Вкладка Story. Сюда можно загружать готовые FBX файлы, которые идут вместе с программой. Об этом мы тоже будем говорить отдельно. И, извиняюсь, и панелька Animation Triggers. О ней мы тоже как-нибудь поговорим. Далее у нас идут панель Key Controls. Но здесь, в принципе, ничего сложного. Записывание ключей, запоминание ключей. Выбор установки ключей автоматически. И закладка Animation Layers. В левом нижнем углу экрана у нас представлена первая вкладка Pose Controls. Тут мы можем задавать и сохранять те позы персонажа, которые нам будут нужны во время работы. Вкладка Properties. Настройки выбранного элемента, с которым мы работаем в данный момент. Фильтры. Asset Browser представляет из себя менеджер библиотеки самой программы Motion Builder. Groups. Здесь мы будем создавать группы. И вкладка Sets. Ее значения пока, честно говоря, не знаю, но будем надеяться, что мы разберемся совместно. Окей, продолжим. Перейдем в верхнюю панель управления. В левом верхнем углу у нас имеются стандартные настройки отображения окон перспективы. То есть в данном случае мы с вами в окне перспективы. Тем, кому удобно работать в стандартных четырех видах отображения, могут выбрать его. Ну и также вид сверху, вид снизу. Настройки любые, какие вас устроят. Итак, вернемся в окно перспективы. Display. Здесь у нас отображаются команды, которые будут влиять на отображение нашего актера. Итак, рассмотрим данную панель инструментов. Что она из себя представляет? Как вы видите, она из себя представляет знакомую многим панель управления камерой. То есть это вращение вокруг сцены. Перекрестие. Движение камеры вверх-вниз, влево-вправо. Стрелка вот такая. Это наезд удаления камеры. Значок увеличителя. В принципе, то же самое. Но по одной оси. Зуммирование. И вращение камеры непосредственно вокруг своей оси Z. Вот таким вот образом. Что же у нас отображается в правом, в правой части экрана? Здесь у нас отображается настройка нашего персонажа. Управление характером, актером. Сейчас мы тоже пока об этом говорить не будем. Все это будет показано в последующих уроках в свою очередь. Ну и перейдем непосредственно к работе. К основным, так сказать, моментам работы в программе Motion Builder. Выберем вкладку Asset Browser. Зайдем во вкладку Elements. Выделим примитивы. В отличие от других программ, перенос объектов в Motion Builder осуществляется не щелчком по объекту, а переносом его в сцену. То есть, зажав левую кнопку мышки, мы переносим объект в сцену. Вот таким вот образом. Сделаем наезд. Подвинем. И давайте попробуем поработать с ним. Итак, мы поставили в сцену наш куб. Покажу. Вот здесь вот вам знакомая панель анимации. Прокрутки вперед-назад, влево-вправо. Стоп. Так, продолжим. У нас есть куб. После того, как вы поместили объект в сцену, вы можете приступить к работе с ним. Что вы можете сделать? Ну, это стандартные команды. Перекрестие. Движение куба вверх-вниз по осям. Ротация. Скалирование. Итак, давайте попробуем создать простейшую анимацию. Наши ключи стоят на нуле. Выберем значок движения по осям. И сдвинем наш куб в крайнее положение. Вот таким вот образом. Теперь на панели инструментов ключей поставим ключ. Выберем запоминание ключей автоматически. Нажав на значок желтого ключа. И приступим к анимации. Выберем следующий кадр двойным щелчком. Допустим, поставим 10. И передвинем наш квадрат в другую позицию. Как вы видите, ключ у нас создался автоматически. Перейдем, создадим следующий кадр ключевой. Двадцать. И как вы видите, опять-таки, следующий ключ создался автоматически. Вернемся назад и посмотрим. Наш квадратик, наш кубик успешно анимируется. Давайте поставим еще через 10 кадров ключ. И попробуем сделать вращение по осям. Вот таким вот образом. Опять добавим ключ. Итак, мы с вами научились в сегодняшнем уроке простейшей анимации в программе Motion Builder. В следующем уроке мы продолжим изучение. До новых встреч!